так мы с юркой приехали в центр здесь магазин другой примаприкс он побольше наверно чем наш решили зайти глянуть что здесь есть интересного такого уже к новому году всякие штуки немножко еще смотреть что купить ну да здесь часто у нас огроменный чупачок внутри там будет наверно куча здесь хариба разные пакетами всякие штуки конфетки вот такие по моему я как-то брала фикс прайсе были на испанский все переведено просто глаза разбегаются от всего здесь много косметики так что тут еще прямо всякие шампуньки наборчики разные что же они это для душа такой вот музыка играет конечно на заднем фоне не очень нравится здесь кстати много продуктов для волос довольно неплохих интересных по приятным ценам мои любимые тут по быстренькому так и здесь игрушки для собачек я увидела смотрите какой адвент не нужно здесь пока что точно разные вкусняшки с разными ароматами дома ставить это пахнет все вкусно всякие вкусняшки новогодние печенька печенька в коробках так и здесь я всегда люблю брать примус возьмем с паприкой большую упаковку евро 65 стоит здесь нравится всегда мясо брать хамону здесь вообще гораздо дешевле стоит чем в магазинах можно выбрать разную нарезку которая нравится в разных упаковках довольно таки неплохой выбор для тех кто любит хамончик сыра здесь много посмотрите 500 грамм огромный 325 прям мои любимые которые люблю вот такие сыры для мракушка цель неприятная тоже выбор классный коробочка так вот это что за он что-то непонятное сыр паста 250 этот тоже что-то интересное евро 55 прям в такой коробке вино но тут прям для любителей я так практически никакое вино не люблю люблю только сладкое здесь даже не знаю какое хорошее аквариус аквариус мой любимый к новогодним праздникам это прям металлический такой ящик 750 грамм 7,45 стоит здесь что-то будет что-то интересное конфет много к новому году очень много так как это не всегда выбор а сейчас прям вообще с кокосом увидела и вот нам нравится кстати здесь очень трюфель тут прям с кокосом прикольно наверное еще что-то мандемсики линдор знаю фирма очень классная не дешевые шоколадки что мы тоже наверное прихватим и сладкого сейчас выберу что тоже в принципе как у нас наборы появляются блин тут так музыка громко играет меня ютуб заблокирует хотела вам поснимать поподробнее но что-то вообще все очень громко пробегу сейчас по косметике посмотрю мы оказались в том месте и в том парке где сидели когда-то когда был праздник вот огня помните я здесь каталась потом мы сидели на этих и там вот играли в крестики нолики опять оказывается приехали сюда много здесь баров кафешек прям жилые дома ну вот именно в центре мне не нравится жить не знаю как то не моё проходим лавочку здесь такие огромные помидоры просто вот с мою руку просто гигантище какие-то местные евро семьдесят девять за килограмм зеленый тоже есть да Юра смотри без перчаток не трогает и ругаются кое-что купили я уже дома покажу папайя лежит здесь авокадик киви большие красивые черемоя манго черемоя евро 60 в день сейчас сезон манго тоже недорогой вкусные фрукты прям вот тут вот лавочка была забежали купили там уже апельсинки оранжевые висят созрели почти еще архитектура такая так где-то здесь должна быть наша остановочка можно было пешком пройтись но как-то мы с сумками пойдем на автобус это что такое милое красивое одноместное и вот они деревья ну так у меня еще нос немножко заложен не сильно слышу но да сейчас будет очень везде это целая аллейка 22 градуса у нас показывает и пол четвертого время там наверно наш наверно мне кажется вот здесь такой парк такой зеленая красиво прям живописный и возле какой-то церкви или что это здесь костел храм круто такое зеленое обалденно покажу вам сейчас покупочки подробные это мы зашли по пути в концу взяли воду кока-колу молоко и хлеб такой вот юбка сейчас будет готовить а в лавке мы взяли огромную черемою да и огромный манго вот такой вот так и давайте здесь уже покажу то что мы взяли примаприкси брошюрку взяла в общем 4 пиццы 2 с сыром 2 с барбекю принглс паприка Юра взял какие-то не знаю типа печенье не печенье что-то вкусное сладкое это я захотела с кокосом блеск яйца хамон что у нас здесь еще такие салфетки детские маленькие хорошо и здесь такие вот с каким-то вкусом клубничным с кокосиком так я это говорила фольгу Юра сказала приятная цена фуэт вот этот мягкий такой классный это Юра мне взял какие-то кальмары попробовать с каким-то американским соусом в таких баночках надеюсь будет вкусно дальше увидела вот такой десерт это причем стеклянные баночки какой-то ореховый шоколадный типа йогурта взяла вот этот вот сыр который вам показывала вот так вот он выглядит и уже на кассе увидела то ли это жвачки то ли это конфетки мятные по евро стоили в такой вот тоненькой прикольной поколочке ну в принципе и все пакет пустой все что мы хотели хотели построить конечно хамона побольше но какой-то там выбор был не очень нам понравился больше наш примаприкс который вот от нас пару остановок поэтому ездили в центр ну как-то не особо разница видна как-то в нашем меньше людей мне кажется и выбор практически такой вот как-то по мясу практически ничего не взяли хотя хотели взять хамона вот ну и Юра еще любит тут брать всегда пицца вот эти мы добавляем свою начинку сейчас как раз таки будем делать я покажу и получается очень выгодно Юра сколько такая стоит евро да? евро десять стоит здесь уже видите такая основа какие-то штуки добавлены мы просто еще добавляем и получается очень круто ну да 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 потому что мало все равно получается ну гораздо выгоднее Юра уже приготавливается делать пиццу начинку тут подрезал да? и с хамоном как раз таки сделаем бутербродики вот с этим который купила натёр вот с хамоном а пиццу какую ты будешь делать? вот барбеку это барбекушка сейчас добавим что-нибудь и будет вкусно хочется перекусить а то прям уже устали наша пиццуля готова смотрите какая красиво получается ням-ням и дополнение Юрка еще тут делает бутербродики с хамоном тост с хамоном вот с этим вот а это ты достал кальмары? да еще кальмары еще будет красота вот такой вот у нас ну это даже уже обед обед переходящий в ужин вкусно пицца вообще мне кажется получается как в кафе когда добавляешь все свое еще сверху ну да масло обязательно еще и получается очень-очень вкусно мы уже покушали попили чай вот с этими конфетками трюфель с кокосом очень обычные прикольные мы обычно брали обычные трюфеля здесь он такой с кокосовым вкусом прям чувствуется это но они какие-то как более твердые получились вот обычные которые мы брали они такие более мягкие прям тает а эти как более твердые ну тоже классные прикольные еще были с клубниками мне кажется клубника вообще обалденно и здесь уже красавчик манго Юрка порезал фруктики фруктики сейчас это вообще прям самое то особенно когда болеешь как я на ура у меня пока были курсы посмотрите какую красоту Юрка приготовил сыр мы покупали с белой плесенью камамбер у нас такие сухарики были орешки все сбрызнуло оливковым маслом как я сказала посыпал приправами чесноком посыпал чесноком побольше в общем сейчас будем кушать вот такой вот у нас сегодня можно разрезать себе чуть-чуть надрезаю чтобы макать вот эти греночки корочку даже чуть-чуть буквальнее ну да по центру или так чеки чеки ну три два два или три разрезика таких чуть-чуть не до конца так чтобы хлеб макнуть угу он расплавился а он наверное не такой получился он даже не расплавился но еще да он должен быть мягкий внутри так он мягенький видишь ты мне напугала что ты думала ты зачем ты так режешь тонко три больших толстых разреза все так поставить еще развлекаться поставь еще пока хлебушек хлебушек уже наверное не так и так превратится непонятного что ну давай ставь я думала кушать пойдем однако нет еще надо то что это за негры пришли сюда мало нас сыр что-то не плавился угу как и не янь белый и черный я знал что он еще здесь колбаска и сыр я знал что си не надо угу ну в общем будем кушать что есть уже да главное что сыр не зря все все короче приятного аппетита нам мы будем кушать все проголодалась я после курсов будем пробовать короче чтобы понимали это какая-то досада досад это не такой сыр это вот прям получилось так вот как мы в польше когда сюда ехали купили тоже сыр я думала его расплавить он очень жирный какой-то был и не расплавился то есть видите он не плавится он такой получается как как йогурт какой-то а он должен тянуться я не понимаю почему камамбер камамбер почему не тянется короче мы не знаем поэтому вот так вот едим прямо как батон ну так приходит и есть вот он настал тот день и час когда мы решили повесить эту гирлянду чтобы она здесь блестела юра предложил прямо вот здесь вот над входом у нас здесь есть розетка которую в принципе никто не пользуется потому что полка здесь и вот так вот сейчас где мне тут себе оторвать кусочек не знаю большой маленький скажешь меньше еще вот эту хотим тоже сюда приклеить всю раскрыла приклеить ну типа чтобы было возле двери чтобы сразу нажимать и вот так вот решили по этой стенке сверху сверху и до сюда до сколько хватит я буду достать может еще что-то что 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 чтобы достать а куда ты хочешь достать так а мне не надо до верха зачем мне до верха оно же так на порог на стене моргает давай вот так делай только мне не нравится этот прямой какой-то переход вот этот? да как то сделай хотя бы наискость до угла наискость под углом 45 градусов нет отсюда под углом 45 градусов вот так и потом пошел а то какой то как палка получается вот так как то да здесь вот так вот ровненько сейчас посмотрим насколько мне этого хватит ты будешь ровно да так что без без свисания или так что чтобы свисала ну да давай лучше так не очень наверно будет так надо будет одинаковые делать мерить а то там будет больше там меньше делай короче ровно на больше хватит давай скотч коротышечка моя не достает на носочки стал вешает вешает уже повесили здесь давай видишь сейчас даю на приклей там хорошенечко и наверное до половины окна только хватит получается кажется десять метров много а по факту как-то и немного получилось тададам наша гирлянда хватило вот прям вообще тюзелька в тюзельку до кондиционера и прям та розеточка спряталась вон там сбоку и ничего не видно вообще супер я думала что хватит только я думала что хватит только до половины окошка однако получилось вообще супер вот так вот сверху тут тут приклеили еще в нескольких местах чтобы лучше держалась здесь вот переключатель там розеточка я сказала и все переключаешь режимы и вот такая вот красота в комнате сейчас и кстати у меня тут есть вторая так давайте здесь другая она на батареечках такая малюсенькая малюсенькая но можно включить и ту и ту и такая вот классная атмосфера я вечером посидеть в фильму посмотреть чтобы помигало все а если открыть окно то соседник домов будет все видеть красоту ну как тебя классно обалденно будут соседи проходить и думать что это у нас тут так светится кайф мне нравится гирлянда вообще суперская оставила в предыдущих видео вам ссылочки на нее так что смотрите класс класс